Обворовывать свой народ нужно так, чтобы люди думали, что это просто реформа. Не я придумал, где-то прочитал, но не могу с данным утверждением не согласиться. На минувшей неделе закон о повышении пенсионного возраста был принят окончательно. Совет Федерации это дело одобрил, потом и президент подписал. Мне вот интересно, а каким будет следующий шаг наших правителей? Каждый россиянин должен будет почку одну пожертвовать ради поддержания штанов отдельных папиков. Ну, от пенсии-то мы с вами отказались практически. И не надо сейчас искать виновных. Это ведь мы вместо того, чтобы думать о своем будущем, увлеченно следили за играми во время чемпионата мира по футболу. Это ведь мы потом по дачам разъехались, шашлыки трескали, где и торчали, собственно, до середины сентября натрескались. Нам было наплевать на происходящее, а теперь наше наплевать. Поимеет нас. Здорово. Начинаем. А поговорить сегодня хочу о всеобщем зомбировании и, как следствие, всеобщем пофигизме на территории одной шестой части суши. Сперва хотел всю эту историю обозвать как-нибудь пропаганда вместо свободы слова. А потом, вы знаете, услышал от одного из своих коллег классное выражение. Медиафрения. Придуманное им слово, в которое вложено сразу два понятия. Медиа. То есть попытка воздействовать на мозг человека посредством информационных вбросов. И френия, уменьшительно-ласкательная от шизофрения. Потому что тот натиск, который мы ощущаем сегодня со стороны пропагандистов, и то удовольствие, с которым пипл все это дело поглощает, ну, лучше и не назовешь. Это уже даже не шиза. Это полный привет. И, наверное, предоставлю слово самому автору термина. Внимание на экран. Кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это, затевает все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Основной продукт, который производят российские телеканалы, это ненависть. Есть прямая причинно-следственная связь между беспрерывной ложью, потоком льющейся с экранов телевизора. Хотя еще это можно назвать вот так, например. Что такое фашизм, если кто-то не знает? То есть разные дают столкование фашизм, они совершенно дурацкие и неправильные. Фашизм – это идеология доминирования национального государства. Все. Государство. То есть, если национализм – это идеология доминирования нации, то есть народа, то фашизм – это идеология доминирования национального государства. Это реальная журналистика. И судя по тому, что буду вам сегодня рассказывать, страна очень нуждается в идиотах, причем в огромном количестве. Уж не обижайтесь, господа, на старт, внимание, поехали! Однако не ящиком единым, некоторое время назад у россиян появился еще и интернет, соцсети, всякие мессенджеры, видео и дискуссионные площадки разного рода, вроде Ютьюба, Рутьюба и так далее. Они поначалу, правда, посещались такие платформы с целью тупо поржать, пока однажды кто-то не понял, что данные площадки можно ведь еще и как информационные использовать, особенно в условиях исчезновения свободы слова и средств массовой информации в России, в связи с чем там начали запускаться проекты, вроде моего народ все это дело прочухал, пошел за информацией в Рунет, ну не все же брехуна Соловьева по ящику слушать, который уже не стесняясь лжет. Нет, даже не лжет, я слово подобрать не могу, более-менее цензурного, скажем так, звездит, но и тут недолго музыка играла. Оказывается, истина, что бабло побеждает добро живее всех живых даже в такое непростое для страны время, как сейчас? А вот и пример подвезли. Подобные предложения о сотрудничестве мне, к слову, приходят с завидным постоянством. Читаем. Платформа видеорекламы и продвижение видео в YouTube. Услуга вывода в топ ролик до 10 минут 42 тысячи рублей. Свыше 10 минут 50 тысяч. Просмотры до 10 тысяч 120 рублей. Просмотры в соцсетях, одноклассники, твиттер, фейсбук 250. У них же можно купить подписчиков, комментарии, бла-бла-бла, уж лайками, дизлайками разжиться, да вообще, как с добрым утром, 300 ре за тысячу. Вообще-то, с точки зрения закона, это называется мошенничеством, жульничеством, воровством, как хотите, потому что, ну какая разница, видеосистему у человека из машины вытащить, украсть деньги со счета мобильника или просмотры слямзить. По мне, хрен редьки не слаще, но все это, обратите внимание, делается совершенно открыто. Почему такие жулики никого и ничего не боятся? У меня только одно предположение, потому что крышуются теми, кто должен с таким жильем бороться. Другого выгодоприобретателя я просто не вижу. Привет, я Стас Давыдов. На канале Дэсс Хорошо очень редко выходят серьезные видосы, но вот это один из них. Я впервые воспользовался одним из многочисленных сервисов, предоставляющих услуги по выводу видео в тренды Ютуба. Я заплатил денег на левом сайте, чтобы вот на такое же видео, как ты сейчас смотришь, только залитое на пустой канал без подписчиков, накрутили лайков, просмотров и так далее. И оно попало в тренды. Но и это еще не все. Хочу показать пару скриншотов. Вот первый, а вот второй. Оба этих скриншота сделаны с разницей в несколько часов. Уверен, вы сейчас не заметили того, что бы вызвало у вас подозрения. Они, правда, практически одинаковые. Давайте детально. Скриншот номер один. Сделан в 23 часа 16 минут на момент. Когда данный кадр был остановлен для истории, количество просмотров ролика замерзло на такой вот цифре. Лайков столько-то, дизов столько-то. А вот скрин. Его я сделал через некоторое время, в 16 часов 11 минут на следующий день. Количество просмотров не изменилось, зато лайков и дизов только добавилось. А как такое может быть, спросите вы, неужели же зритель так резко потерял интерес к журналисту или блогеру? То есть смотрели люди этого человека, а тут вдруг... Тьфу на тебя. Да все очень просто. Это денюжка, денюжка прилетела ребятам-модераторам, и они давай стараться пакостить по полной гайке. Зачем? А просто заказчику, который за это платит, выгодно, чтобы контент определенной направленности увидело как можно меньше людей. Его нужно забить, опустить вниз в строке поиска, исключить попадание таких роликов в топ и рекомендованный контент. Догадались уже, кто заказчик-то? Правильно, тем более, что речь ведь идет не о видео с котиками. По странному стечению обстоятельств, фокусы случаются исключительно с материалами информационной направленности, причем исключительно с теми, где присутствует точка зрения, идущая в разрез с официально утвержденной в отечественном агитпропе. А есть еще фабрики троллей. Их по стране уже энное количество. Задача этих замечательных тружеников тыла — вводить вас в заблуждение. Допустим, они посмотрели какое-то видео или прочитали какой-то пост, а тот пост, то видео злой по отношению к власти. Тролли тут же появляются, сколько тебе заплатили, почем продал страну госдепу, ну и так далее. Работа этих ребят — показать народу, что ты мерзавец, который хает великую и могучую. Расчет сделан правильно, у нас же деды воевали. Когда ты находишься там в качестве работника, ты свое техническое задание получаешь просто на компьютер и не знаешь, откуда оно пришло и кто его написал. Расписано, как нужно именно подать, как расставить акценты, каким выводом подвести читателей. Ну, в общем, там прописана твоя позиция по данному вопросу, твоя проплаченная позиция. Люди, которые работают троллями, они уже не имеют никаких ограничений. То есть они, прикрывшись масками, прикрывшись аккаунтами фальшивыми, они могут уже говорить все, что угодно. А вот и наглядный результат работы тех самых троллей, вернее ее итог. И раз уж начали программу с пенсионной реформы, 26 сентября голосование в Думе по данному закону, второе чтение. Уже к вечеру вся страна ненавидит КПРФ, чуть ли не единственную партию, которая противодействовала принятию данного документа. Теперь давайте вспомним доводы людей, которым их подтолкнула неведомая сила из соцсетей. Так они ж проголосовали за путинские поправки, остроили-то из себя оппозицию. Причем не только простые смертные на эту разводку купились. Журналисты, блогеры, общественники кричали об этом же. Ну так я вам давайте объясню на пальцах, в чем тут развод. А прикиньте, КПРФ не стали бы голосовать по поправкам президента. Зюганов или Рашкин там об этом объявили бы перед самым началом голосования, что дальше? А дальше, мои дорогие умники и депутаты от ЕР тоже отказались бы голосовать по тем поправкам. Итог, закон все равно бы приняли, но в самом жестком виде, изначальном 65-63. Попробуйте угадать, какой теплый прием от населения ждал бы коммунистов при таком раскладе. При этом ребята из партии реальных дел абсолютно ничем не рисковали, поскольку проект закона должен пройти еще через Совет Федерации, где сидит 99% их однопартийцев. Конечно, там бы все вернули взад. В результате Единая Россия Спасителя, а КПРФ пришлось бы самораспуститься. Они оказались умнее, но шарахнуло по партии все равно. Нехило. Вот на что способна всего лишь однодневная целенаправленная атака всех троллей разом. Впрочем, это уже совсем другая история. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее прямо надо мной. Вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже интересно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.